Видите, он справа прикрыл ее, хотел выдернуть, не получилось. И жена вот на таком, она увидела, что разбивать, и позвала меня. Вот так и закончилась борьба за порядок в доме. Идею с видеонаблюдением не оценили. Пьяный мужчина залез почти под самый потолок и сломал камеру. Семья Благушиных установила две – во дворе и в подъезде. Все ради безопасности. Буйные соседи нередко устраивают пьянки, где попало. Они валяются, они, возможно, дерутся. Там мат, крики, шум, возможно, драки. Ребенок боится. Я, взрослый человек, боюсь иногда заходить, когда наркоманы валяются. А что говорить о детях? Конечно, дети боятся. Маленькая, три годика, она и то говорит, мама, там алкаши, я бусь. С помощью камер Благушины смотрят, чтобы во дворе никто не портил машины, а в подъезде не воровал детские велосипеды. Бывают, в дом заходят и наркокурьеры, чтобы сделать закладки, говорят жильцы. Они не раз жаловались в полицию. В полицию приходила. Они говорят, ну что мы можем сделать? Ну, увидите их, звоните. Я говорю, мне как, весь всю ночь на посту сидеть? Но попытка следить за порядком вышла Андрею Благушину боком. Сначала были устные претензии насчет видеонаблюдения, а прошлой весной соседи и их товарищи перешли к действиям. Когда Андрей увидел, что камеру ломают, сразу выбежал на лестничную клетку, чтобы задержать нарушителя и передать полицейским. Я же их, почему с пьяными не разговаривал? Потому что они же бойны стоят. Они в драку постоянно лезут. А в драку они в том заявлении пишут. Я об этом знал. И из-за этого я, когда они пьяны, я вызываю стройников полиции всегда. И здесь то же самое. Я вызвал стройников полиции. Полицейские в этот день все-таки приехали. И получилось так, что теперь Андрей на скамье подсудимых. А приятель его соседей потерпевший. Он уверяет, Благушин его не только задержал, но и побил. Благушин Андрей догнал меня. Нанес удар. Я потерялся. Все, я уже лег. Руки за голову. Не сопротивлялся. Пытался с ним на контакт уйти. А когда это зачем вы сталкивать? Сударить или что? Ну, а как? Сбил камеру и все, я просто побежал. Сразу после инцидента Андрея Вапилова осмотрели в больнице. Но серьезных травм не нашли. Через пять дней мужчина вновь обратился к врачам. И ему диагностировали разрыв селезенки. Пришлось ее удалить. Судмедэксперт поясняет. Медики могли попросту не заметить разрыв при первичном осмотре. Такое повреждение, согласно литературным данным, обнаруживается в течение, начиная с двух суток до месяца. Может произойти такой разрыв после травмы. То есть данные позволяют судить о том, что да, при первичном осмотре может не быть никаких клинических проявлений. Человека может быть ничего не беспокоить. Теперь Андрею Благушину за причинение тяжкого вреда здоровью грозит до восьми лет тюрьмы. Мужчина считает, что невиновен. Соседа он задержал, но не бил. И старается это доказать. Мало утешает то, что в этом году предстоит переезд из старого барака. Дом на Кобозево признали аварийным. Благушин их должны переселить в новое жилье. Но не факт, что прежние соседи не получат квартиры рядом. Дарья Трофимова, Владислав Тринько, Павел Кулыгин, Интера ТВ.